Музыка Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте! Ну, вот хочу сегодня дать немножечко мотивашечки. У меня в квартире самое ужасное место. Я не знаю, я каждый месяц, каждый месяц там убираю... Ну вот, простите, вот такая я за отферия. Вот это балкон. Там ужас, что творится. Так, если везде по квартире, слава богу, все нормально. Только так, утренние рутины и все. Но там у меня постоянно, постоянно. Ну, что говорить? Сейчас я вам покажу. Ну что, мои дорогие, поехали! Да, и перед тем, как перейти к мотивации уборочки, я хочу вам напомнить. Нужно подписаться на мой канал, если вам это интересно. И не просто подписаться, а там внизу под видео есть подписаться. И рядом есть колокольчик. На него нужно обязательно нажать, потому что, ну, чтобы вам приходили, как я только выпускаю новое видео, вам приходят оповещения, и вы сразу можете это наблюдать. Без этого колокольчика оповещения не приходят. Ну что, мои дорогие, поедем. Смотрите, мои рыбаки приехали. Конечно же, их рюкзак. Картошка с дачи. Картошка вообще ни о чем. Здесь все вон рыбацкая, рыбацкая, рыбацкая. Это я постирала сушиться. Постирала папанные рыбацкие туфли тоже сушатся. Здесь у меня засохли цветы. Все нужно убрать. Здесь у меня пустые баночки. Один пакет. Ой, коробка вторая, третья. Все нужно это отснять. Ну, вы видите, да, что вот я стою, и дальше пройти мне никак. Маргаритина коляска. Вот, в общем, все-все нужно это расхламить. Попробую здесь, что надо убрать, что пустое. Вот мука закончилась. В общем, все нужно расхламить. Что ж, мои дорогие, поехали. Для начала я сейчас все вынесу оттуда в зал. Вроде бы порядок был, да. Но сейчас я здесь наведу еще больше порядок. В общем, надо, надо мне расхламиться. Все уже, не могу я. Ну, вот, не знаю, у меня проблема такая. Ну, не только, наверное, с балконом, а с головой моей. Так что поехали. Сейчас все с прохода уберу, чтобы не мешалось. Вот первым делом я сложила в рулоны, я складываю полотенце. У меня есть ванная корзиночка, я туда отнесу. Очень мне нравятся, вот знаете, старые полотенца и жесткие полотенца. Мне не нравится, сколько у меня новых вот так. Так, возьму, ну вот не то, не то и не то. Вот этому полотенцу, вот этому полотенцу, это еще с Беларуси, когда мы жили в Беларуси. Мы уже здесь живем 21 год, да. Оно уже там кое-где просвечивается, но оно мне так нравится вообще. Оно жесткое такое и хорошо вытирается и все. Вот это вот полотенце икеевское. Ну вот такое впечатление, что, знаете, вот просто оно как проскальзывает. Не знаю. Кстати, кто-то говорил, что у меня цветов нет, видите. Такие, которые растут. А здесь я в большой посадила по одному листику только, да. И вот здесь несколько кустов. Раз, два, три, четыре. Вот это фиалки. И как они, слушайте, прям вообще. В начале лета я где-то их садила. Надо сегодня обрезать эту фигнюшку. Даже этот, как его, женский-то расцвел. Как вы, забываю все, как это зовут. Вот это у меня эти долларовые деревья, но как-то по-другому называется. У меня их три раз. Где-то еще. А, вот два и в комнате три. Поэтому здесь все тоже нужно убрать. Смотрите, все. Вот сейчас пропылесошу. А, еще у меня есть, что я лимонное дерево, ну как, не знаю, с косточки посадила. Вот, вот у меня уже какое оно. Но это сейчас засуху, эту всю уберу. Поэтому. Смотрите, вот это чудище, да. Это кактус такой какой-то. Я привезла с Таиланда. Он был такой, одно ухо такое здоровое было. Ухо сгнило, а на ухе выросло такая. И растет такая длинная-длинная-длинная палка. Видите, она уже, ну где-то она уже, наверное, с метра. Вот здесь что-то еще появляется. Ой, блин, где? О. Так что, ну пусть чудик растет. Он мне не мешает. Так, ну что, я вам сейчас покажу. Здесь видно, что ничего нет. Убрала все. Вот это вот три коробки, это все пустые баночки. Надо отснять, никак не могу отснять, чтобы вы кинштейли. Представьте, сколько места сводится, сколько они там занимали. Ну, идем. Ну, по-моему, это порядок. А может, у кого-то по-другому, непорядок. Сейчас свет включу. Ой. Что-то, слушайте, время три часа, уже темно. Короче, вот мои цветочки здесь. Это мое лимонное дерево. Смотрите, как у меня пошло это. Я даже не видела. У меня было только вот это. Как ее лиана или что? Так, в общем, смотрите, какое треванище. Смотрите, сейчас березу повалит. Вообще, кошмар. Сейчас. Вот вообще, как его бы спилить бы? Одну ветку, вот эту хотя бы. Так, ладно. Здесь тоже чистенько. Все чистенько, ничего нету. Рыбацкое я их сюда, с этой стороны подцепила. Здесь тоже кое-что разобрала. Вот муку надо помыть, сахар помыть. Ой, 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 кончилось это. А что такое? Кончилась мука. Но у меня еще мука вот есть, поэтому надо помыть эту. Ну, здесь тоже все поскладывала. Это картошка у меня ведро. Оно как бы тоже все рыбацкое. Так, ну, здесь тоже и здесь все убрала. Конечно, хочу здесь сделать, знаете, что, шторку от потолка. Но оно, наверное, не получится. Не знаю, что придумать. Надо шкафчик вообще, чтобы закрывался. Но... В общем, так, здесь вот эта тачка, эта тачка мне нужна, когда... В общем, нужна она мне раз в год, но она мне нужна. Маргарита на коляске и вот это их там рыбацкое что-то. Увлажнитель и банки вот остались. Еще надо привезти. Сейчас же закатка закатала рассольник, закатала огурчики и все. Короче, вот так у меня уже стало более-менее уже полотенце сушится. Вот, везде ничего нет. Вот такого порога стоит выкинштейн. Сейчас выкину. Выкинштейн. Сейчас включу свет. Ну, включайся. Вот это выкинштейн. Целая сумка икеевская. Что-то не буду показывать. Так, ага, здесь, когда пол помыла. Господи, три часа назад пол помыла. А столик со стульями стоит на кровати. Мама, не горю. Ну, забыла. Так, ну, здесь что там? Ничего. Туалет. Ну, и здесь тоже ничего нету. А то скажете, что попрятала все. Это вот, который мой вырос перчик. Так что, все-все. Сейчас побегу по делам. А, чайок. Ой, слушайте. Вот так я всегда и на даче налью чай и забыла. А, ладно. Вот еще остались мои огурчики. Где-то закатала здесь. Ой. Вот, с перчиком. Литровенькие закатала. Десять баночек. И салатики. Ну, салаты не надо так просто, что они крупные остались. Поэтому я их закатала. О, боже, какой ужас. Вообще. Березы как нагнулись. Вообще. А эта береза мне пакну. Дын-дын. Слышите? Дын-дын. Ужас. Смотрите. Как гнется. Что-то такое сейчас ветер нагонит. Кошмар. А, опять задела. О! Вот как бы ее, как бы ее. Не вылезет же мне. Как я ее спилю? Ничего. Смотрите, смотрите. Она уже, она сама поломалась. Смотрите. О! Только сказала. Видать, это наклонилась. Мама, не горюй. Смотрите как. О-о-о! Вот это ужас. Сейчас вот та тоже. Кошмар. В общем, ужас, что творится. Я, как и говорила, что что-то нагонит. Короче, дождь пошел. Дождик, дождик, дождик. Слышите? И дерево мое поломалось. Прямо как накаркала, елки-палки. Теперь вот такой гусак торчит. Кошмар. Ну вот и все, мои дорогие, все, что я вам хотела сказать и показать. А-а-а, опять я в фартуке. Мне там многие делают замечания, там, вы хоть бы здороваться с нами могли без фартука. Ну, я если показываю мотивашку, вот как я могу без фартука. Простите, простите. В прямом эфире. Раздевашечка. Ну, в общем, извините, пожалуйста. Короче, мой балкон. К. Хотела сказать, беспорядку готов, а так нельзя говорить. Нужно говорить. К вечному порядку готов. Потому что я недавно только прочитала, есть такие слова, которые мы сами себе программируем. Нельзя говорить, я худею. Потому что, потому что человек, когда худеет, значит худо. От слова худо он худеет. Потом что-то еще нельзя сказать. Или там, у меня сплошной, всю жизнь сплошной беспорядок. Тоже так нельзя говорить. А вот мы как бы, ну, я говорю про себя. Про себя, про себя любимую. Вот как-то у меня так получается. Так что, мой балкон к вечному порядку готов. Подписывайтесь на меня. Нажимайте на колокольчик. Ставьте пальчики. И всего хорошего, мои дорогие. Я буду очень рада, если я хоть одного человечка смотивирую. Всем пока-пока.